Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Картина маслом» и я, ее ведущий, Михаил Шипилов. Сегодня мы нарисуем картину под названием «Оттепель». Для создания картины нам понадобится холст размером 35х45 см, кисти, масляные краски, палитра, разбавитель, масленка и мастихин. Желательно иметь мольберт или этюдник. Итак, начнем! Прежде всего мы взяли большую кисть и нанесли разбавитель на основу, чтобы размягчить грунт. После этого зачерпываем белило и простыми движениями плавляем белило в основу, для того, чтобы не перетемнить нашу будущую картину. И следующим этапом мы сделаем подмалевок. Первым делом мы наводим тон неба. В пейзаже небо играет основную роль. Это источник света в пейзаже. Для того, чтобы сделать небо, мы смешиваем голубую ФЦ и белило. Пока еще мы ничего не нарисовали, поэтому бояться нечего. Очень легко наносим краску. Линия горизонта у нас достаточно низкая, поэтому опускаем небо ниже середины холста. Тон снега мы будем делать следующим образом. Мы смешаем голубую ФЦ и красный цвет. Получим сложный оттенок. И этим тоном мы прокроем практически весь снег. Намечаем пригорок. Намечаем пригорок. Теперь мы берем голубую ФЦ и смешиваем ее с умбры натуральной. Этой смесью намечаем воду. В замес добавляем красный цвет. Отражение делаем вертикальными линиями. Этим жетоном намечаем большую широкую колею. Также этим тоном мы намечаем тонкую колею. Намечаем дальние деревья. Теперь берем фиолетовый оттенок. И этим оттенком намечаем деревья дальнего плана. Такими шоркающими движениями без четких контуров. намечаем основную крону этой лесополосы. Теперь берем в замес красный цвет. Очень обильно берем красный цвет. И вплавляем его в нижних участках кроны. Берем среднюю плоскую кисть. Зачерпываем красный цвет. Небольшое количество белил. И чуть-чуть желтого. Получим светлый оранжеватый тон. Этим тоном мы прокрываем светлые полупрозрачные участки листвы. Они очень сильно освещены. За счет этого кажется, что они прозрачные или полупрозрачные. Имеют воздушность. Перетираем краску так, чтобы там был только красный цвет. Некоторые зоны внешнего контура мы также подкрашиваем красным, чтобы получался эффект освещения дальних участков. Теперь мы вытираем кисть. Зачерпываем белила. Добавляем желтый, небольшое количество красного. И эта слегка оранжеватая форма будет укладываться вокруг самой освещенной части листвы. Вот на этом наш подмалевок окончен и мы можем перейти к прорисовке. Мы возьмем в руки предыдущую кисть. Намешаем красный, голубой ФЦ и умбру. И наметим основные теневые участки на нашем пригорке. Добавляем красный, голубой ФЦ и умбру. Добавляем красный, голубой ФЦ и умбру. Размываем деревья дальнего плана. Можно сделать пальцем, можно сухой кистью. Подчеркиваем русло реки. Берем в руки мастихин и белилами отмечаем самые светлые участки холста. Не забываем укладывать снег по форме сугробов или по форме падения снега. В общем, это очень вкусно. Дальний план. Заснеженных верхушек мы размываем, размазываем, чтобы сделать более сложную фактуру. Края немного размазываем, показывая таким образом. Прорисуем скованную льдом часть берега. В последующем мы еще прорисуем. Не забываем укладывать снег по форме. Делаем перемычку у берега. Скругление. Укладываем самые светлые зоны большими плоскостями. Теперь мы берем белило. Делаем замес с голубой ФЦ. Небольшое количество красного цвета. И этой более сложной формы закрываем весь пригорок. Чуть больше красного цвета. Делаем перемычку. Делаем перемычку. Показываю. Делаем перемычку. укладываем самые светлые участки также делаем снизу вверх показывая таким образом форму постоянно зачерпываем то на правую часть мастихина то на левую показываем теневую часть берега теперь мы берем в руки тонкую кисть это круглая пятерка смешиваем голубую фц и кадмий красный темным тоном намечаем стволы дальних деревьев местами более красно и стали более синий цвет уходим можно взять кисть поменьше потоньше и 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 деревья дальнего плана мастихином зачерпываем красный цвет делаем небольшое количество желтого и делаем эффект отражения в воде также протираем мастихин об холст вертикальном направлении как и отражение от теневых мест мы делали в вертикальном направлении берем круглую кисть номер пять и укладываем крупную большую колью прям поверх белил каждый раз зачерпываем новый цвет белила очень сильно подмешиваются в предыдущие слои так же мы укладываем какие-то детали элементы тонкой колеи намечаем уходящую часть реки намечаем теневые участки берем голубой фаце белила очень сильно разбавляем зачерпываем мастихином плашмя делаем небольшие просветы деревьях в последние весны берем кисть берем кисть берем кисть берем кисть На этом наша картина окончена. Надеюсь, вы получили удовольствие. Любите живопись, смотрите нашу передачу и помните, что рисовать может каждый. С вами был Михаил Шипилов и программа «Картина маслом». До скорых встреч!